Ну что, ребяточки, Броу Толк уже вышел. Да, блин, сейчас уже, ребятки, вышел. Упчет он новый браунер, новые скины, новый Броу Пасс, ребятки, новое видение. И куча всего, ребятки. Да, ребятки. Сейчас я вам обо всём подробное расскажу. А перед началом данного видеоролика, ребятки, вступайте в клан Совпати Дрю. Это мой официальный клуб, где я буду играть с подписчиками по выходным. Будут проводить стримы, я буду играть с подписчиками, ребятки, вот. Поэтому вступайте. Сотый кик, мат, мат, кик. Всё, ребяточки, тег в описании. Вступайте в этот клан и вводите его в топ. Погнали к ролику. В общем-то, дорогие друзья, новый браунер Эш. Он атакует ударной волной, ребятки, ну, ударной волной, в общем-то, да, рейдзи, ударной волной своей метлы. Эш это хроматик, это рыцарь-мусорщик, дорогие друзья, да. Его альта, это роботы, то есть он выпускает роботов, вот рейдзи. Новые скины, куча новых скинов, скин на Барли. Новый, там, скин, там, ну, я уже, я просто смотрю. Я сейчас именно в игре сижу, я ниоткуда не смотрю, я просто диктую, то, что там новых скин на Барли. Я вам могу здесь ещё показать. Сейчас вот выйду. Вот, у него основная атака, ребятки, вот. Атака в прямой линии, например, ему ярость, ребятки, да. Вот. Шкала ярости Эша тоже выполняется, когда он получает урон. То есть это рейдзи, то же самое, как сейчас у многих тяжеловесов есть, то есть у примата, там, и так далее, у многих танков, ребятки, да. У них тоже, то есть у них заряжается только ульта. Вот. И у него ульта он выбрасывает роботов, у которых 420 хитпоинтов. И эти роботы, знаете, как у Нани, такой же робот, вот. Семен Бролл Пасс будет называться Однажды Бою. И за первый уровень будет скин Принцесса Шелли, за 70 уровень будет Ниндзя Эш. И ещё будут сказочные члены, а именно, это Рыцарь Единорог Барли, Злая Королева Пэм, Принц Спраут и Эль Дракон. Будет две вариации Принца Спраута и две вариации Эль Дракона. Это вы можете зреть прямо сейчас на ваших экранах. Будут две вариации. Вот, Изумрудный и Рубинный Принц Спраут. Эль Дракон Вирдозу и Эль Дракон Розаду. И последний сказочный скин, это Волшебник Барли, Байрон точнее. Он будет в четвертом сезоне Силовой Лиги. Его можно будет, после разбудки уроки в Силовой Лиге, то есть в Силовой Лиге придётся делать не 50 побед, а всего лишь 130 побед в Силовой Лиге. И после того, как вы это сделаете, вы сможете провести этот скин за 25 тысяч старпоинтов. Ну, точнее, Звёздных очков, ребята, вы меня поняли. Вот. Это будет в четвертом сезоне Силовой Лиги. Вот он, Волшебник Байрон. Да. Был Барли, а теперь Байрон. Да. Вот. Ну, сейчас они про это рассказывают, друзья. Достаточно в Силовой Лиге, вот Ребзи. И ещё будет Луная Пайпер и Луновый Фестиваль в Азии, потому что вы поняли, что будет Луна Фестиваль. Есть Луна Нового Года в конце января, а есть Луна Фестиваль, где-то в начале сентября. Вот. И будет скин Луная Пайпер, вот такой прикольненький скин. На самом деле, гламурненький такой, да? И будет Гопник Кольц. Точнее, ну, красавчик, но я считаю, как Гопник. Почему нет? Да. Это как, знаете, из Payday 2, ребятки, да? Олда вспомнит. Нового игрового режима не будет, но есть что-то похожее. А именно, ШД 2.0. Как бы все так это было... Как мы... Мы это... Блин, не могу запоминаюсь. Вообще-то, мы этого все очень долго ждали, ребятки. ШД 2.0, дорогие друзья. ШД 2.0. Это просто, ребятки, жесть. В общем-то, смотрите. За один килл вам будет начисляться плюс один кубок. То есть, смотрите. Допустим, вот у вас... Занимайте его топ-1. Если вы занимаете место меньше, то вам будет сливаться... Во-первых, занятие вы топ-2. И там сделаете несколько киллов. И вам будет сниматься, потому что вы не заняли там первое место. Ну, что тут написано. Чем больше всего победить, тем больше трофеев получите. То есть, да. И сравнимся со старым вариантом. Мы хотим отправиться с копирированной. Сделать сам... Да, от тиминга. Чтобы тиминга не было. Новый вариант одинакового слоя будет доступен в течение всего сезона в виде отдельного режима, в общем-то, ребятки, да. Вот. Дефит, то есть, если, например, ты умер, ты проиграл... Ну, умер, то есть, тебя убили, то будет сниматься в трофее. Вот. То есть, тут говорится, что если вам старый вариант нравится больше, то, пожалуйста, типа... То всегда, пожалуйста. Это имеет в виду то, что... ШД... Ну, не только 2.0 будет вариаться такого ШД, и будет вариаться обычный ШД. То есть, обычное столкновение останется. И одиночное, и парное. А теперь, внимание, ребятки, очень важная информация. А именно... В одном из различных обновлений мы собираемся сделать некоторое улучшение в системе губов. А именно клановые войны, ребятки, да. Они просто про это не говорят, но будут клановые войны. Клан Ворс. Клан Ворс, ребятки, да. Поэтому они снизят вместо 100 участников до 30, чтобы было честно, чтобы было равномерно. Потому что, ну, будет неинтересно... Будет вообще-то, ну... Будет неправильно, если, например, будет у кого-то 100 участников, а у кого-то там 5 участников в клубе. Но это будет неправильно. Поэтому несправедливо. Поэтому они сделали так, ребятки, да. Но это будет позже. Это будет где-то ближе к... Октябрю. К началу октября, ребятки, да. Вот. Поэтому ждите, ребятки, да Будут анимированные пины На база и на сквика И тут есть Если вот внимательно поставить на паузу То самые внимательные уже увидели, ребятки Что будет тут Да Смотрите, в общем-то, ребятки Смотрите Пак, быстро, пауза Ребятки, видите, вот тут вот есть Внизу сквика, где сайлок, типа, выбрать Две штучки, то есть, скорее всего Хэллоуин будет скин на сквика Первый скин на сквика Вот, поэтому, видите, да, тут Один из двух, то есть, видите, да У них, они, не нужно, спалились Вот, в общем-то, вы поняли Ну и будут анимированные значки на база и на сквика И новый скин ближе к Хэллоуину Будут еще эффекты для обычного Фрэнка, для диджея Фрэнка И для Калавиры Пайпера А еще все получат мегаящик-подарок Да, то есть, как только будет обновление В первый день обновления будет мегаящик Не забудьте его забрать, потому что он там пропадет скоро Вот, и, в общем-то, тут они рассказывают, что у них там 10 миллионов Всех благодарят, и они получают Бриллиантовую кнопку И также, вы видите, будут серебряные и золотые скины Для Сэнди, Гейла, Би, Нани и Бодроги, друзья Да Вот, как вы видите Ну и в конце И тогда не сказалось, что у нас Это наше владение И там начинает Райан шутить, в общем-то, за Ребзя Прикольно, на самом деле И злой король Фрэнк вечно видел красавчику Принцу Райану Вот так вот, Ребзя В общем-то, вот такой получился Бролтол Мне, на самом деле, понравилось Оно желает быть крутой, на самом деле Поэтому ждем снегпики Ждите, я тоже, может, буду записывать снегпики И все, ребятки Всем удачи и всем пока-пока Был рад с вами пообщаться Субтитры сделал DimaTorzok